Слава Богу, братья и сестры! За прекрасные дни, за прекрасное общение, которое дарит нам Бог, я слышал, когда один человек такую прекрасную параллель провел. Он говорил так, в автобусе, если вы едете, то там есть поручень. И если вдруг автобус шатает влево или вправо, то вам, чтобы не упасть, вы можете ухватиться за поручень и удержаться. И вот один человек сказал так, что когда я был возле одного человека, который уже был близкий к смерти, и знаете, когда к нему обращались люди, они просто ему шептали и говорили, держись, держись. И при этом он тихонько шептал, за что? А ему христиане говорили, за Христа держись. И я, друзья, знаете, какую прекрасную мысль хочу сказать, что нам, имеющим веру в Иисуса, оправданные Его святой кровью, нам с вами есть за что держаться, ибо Он нам дал крепкое обетование, что вы не увидите смерти, а перейдете из жизни в жизнь. Слава Иисусу! Потому воистину у нас с вами и есть за что держаться тот крепкий поручень, который нам с вами даровал и благословение не спасал Бог. Я постараюсь не очень долго задерживать ваше внимание, но поделиться с вами, быть может, мыслью, которая кого-то из нас еще к чему-то доброму поощрит. Вообще удивительным образом действует и работает такая форма, как напоминание. От одного из пожилого человека я слышал, когда он рассказывал такой случай. Я думаю, что ряд заповедей и ряд проповедей, которые из-за кафедры звучат, то иногда отдельно взятые христиане внутрь своего сердца говорят, да я уже это слышал. Да уж сколько можно об этом говорить. И я в этой связи хочу пример такой привести. Пожилой человек, я от него слышал этот пример. Он говорит, когда я служил в армии, то мы постоянно заступали в караул. И причем, когда мы заступали в караул, каждый раз, когда нас отправляли на пост, нам отдавали приказ. И в этом приказе было и предписание, как себя вести в случае непредвиденных ситуаций. И вот предписание включало следующее информацию. И если вы увидите нарушителя, первое, нужно заправить патрон в патронник. Следующее, нужно предупредить его. А следующее, нужно сделать выстрел в воздух. И когда такого рода наставление было и за дня в день, и за дня в день, и за дня в день. И вот как-то очередной раз один из военнослужащих не пристегнул магазин к автомату. Но и по всей теории патрона не должно было быть в патроннике. Но когда речь коснулась того, что он не имея магазина, с которым есть патроны, когда он держал это оружие в руках, но поступил по инструкции, которую сотни раз слышал, и причем сделал это уже автоматически, он прежде чем нажать на курок, поднял автомат вверх. И выстрелил, а там оказался патрон. И тогда человек понял, что пусть эти наставления надоедали ежедневно, но в конечном итоге они привели к поступку, даже неосознанному, но которому спасли жизнь. И я в этой связи хочу сказать, быть может многим из нас, ну быть может части из нас, уже определенного рода напоминания каких-то заповедей уже тяжелый вздох рождают. И мы говорим, о, ну сколько можно. А я с уверенностью говорю, это нужно. Потому как многим и многим подобного рода напоминания жизнь спасает. Жизнь вечную и святую на небесах. Аминь. Аллилуйя. Я хочу прежде позволить вам задуматься, чтобы порассуждать, что из себя представляло явление Божьего огня, который сниспал на жертвенник, который построил Илья на горе Кормил. Вы помните, Илья построил жертвенник, окопал его ров, выкопал, налил туда несколько ведер воды, ну там перечислено сколько. И после этого, когда он помолился, написано, не спал огонь. И он пожрал жертву, написано, пожрал воду ворву, и опалил все, что находилось вокруг. Вот я задаю вам вопрос, для того, чтобы мы могли думать. Думать. Итак, что этот огонь из себя представлял? Это Божий гнев или это Божия слава? Это Божий гнев или Божия слава? Я думаю, что если пытаться теологически отсюда извлечь какую-то мысль, то не ошибется ни один, ни второй. Но я желаю сделать акцент вот на такой мысли. Когда израильский народ, когда он делал беззаконные грехи и делал беззаконные поступки, то гнев Божий пылал на всех противников Божьих постановлений, всех тех, кто не делал так, как желал того Бог, на них пылал Божий гнев. И я себе эту ситуацию представляю так, что Бог на небесах пылает гневом для того, чтобы его выплеснуть на тех, кто виновны против его святого закона. Но вот выплеснуть гнев предложил Илья, Божьему гневу предложил жертву, которую он вознес или принес на горе, кормил. И получается, Божий гнев, который заслужили люди, делая беззаконные дела и поступки, но Божий гнев на себя принес тот агнец или жертва, которое было возложено на алтарь, на который принес на горе, кормил Илья. И я в этой связи делаю следующий вывод. Явление огня на горе, кормил, это явление Божьего гнева. Гнев Божий заслужил Израиль, а пожал гнев Божий, принесенный на алтаре в жертву животный агнец или овен, что принес Илья. И в этой связи есть прекрасная параллель. Каждый из нас своим образом в жизни он заслужил Божьего гнева. Но Божий гнев, заработанный тобой и мной, был выплеснут не на тебя, и даже не на твоих сыновей, и даже не на твоих отцов и матерей, но гнев Божий, заработанный тобой и мной, на себя принял агнец Божий на горе Голгофе. Аллилуйя! И я следующая мысль говорю, что гнев Божий, выплеснутый на Иисуса, он не был для Него легким. Для Него это было мучительное страдание, мучительное переживание, но все это ради того, чтобы вы и я ныне могли наслаждаться тем чудным благословением, которое нам подарил Господь. Я иногда еще такую фразу употребляю. По нашим греховным счетам, которые заработали мы, за нас рассчитался Господь Иисус Христос, и не золотом, и не серебром, а драгоценной кровью, как непорочного и чистого агнца. Пусть наши сердца всегда осознают и помнят, что за мои греховные счеты рассчитался не папа и не мама, а рассчитался непорочный Сын Божий, и уплатил не золото и не серебро, не драгоценные камни, а уплатил свою кровь и свою душу и свою жизнь положил туда, и на себя принял Божий гнев, когда Он вопиял, «Отче, отче, для чего ты меня оставил?» На себя воспринял Божий гнев, который заработали все мы, чтобы нам с вами не Божий гнев встретить, а милость и Его благословение. Я думаю, мы можем сказать, «Слава тебе, Боже!» «Слава Иисусу!» Я какую мысль хочу вместе с вами поделиться и просто совсем недолгое по продолжительности время вместе поговорить об этом. Это о нашем домостроительстве. Я прочитаю из 1 Петра 2 главы 5 стих. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный». Священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом. Итак, Писание призывает вас и призывает меня, «Устрояйте из себя дом духовный». В другом месте Священное Писание говорит нам так, Павел говорит в посланиях к коринфянам, он говорит так, «Я положил основание». «Я положил основание», «А каждый смотри, как строишь». Итак, давайте на трех примерах из Священного Писания просто постараемся увидеть, как можно строить. Вы когда-нибудь задумывались над тем, почему Бог, почему Бог, когда Ной построил ковчег, почему Бог именно только в этом ковчеге усмотрел для восьми душ спасение? Я нахожу вывод из всего вышесказанного или вопроса, нахожу вывод в следующем. Мудрость Ноя заключалась не в том, чтобы проявить максимум смекалки и проявить максимум изобретения и архитектурного творчества, но мудрость Ноя заключалась в простом повиновении и послушании. Если вы посмотрите в Бытие в шестой главе, то Бог указал, я прочту этот стих из шестой главы, пятнадцатой и шестнадцатой, «И сделай его так», это Бог говорил, «Длина ковчега – триста, ширина его – пятьдесят, а высота его – тридцать локтей, и сделай отверстие ковчеге в локоть, сведи его кверхи, и дверь в ковчеге сделай сбоку его, и устрой в нем нижнее второе и третье жилье». Вот Бог Ною указал все габариты, указал количество жилья, указал длину, широту и высоту, указал конструкцию, что должна сведена она быть в виде окошка кверху. И мудрость Ноя в устроении ковчега спасения заключалась не в максимальном приложении искусства архитектора, а в максимальном исполнении того чертежа, который ему даровал Господь. И я так могу отчасти, быть может, дерзать, но могу такое утверждать. Построй Ной, ковчег иных размеров, был ли бы Ной спасен, мне кажется, под большим вопросительным знаком. И мы теперь рассуждаем с вами о том, что нам надо устроять из себя дом духовный. И Павел говорит, «Ты смотри, как строишь». Любой без исключения дом, в том числе, который дома и строите вы здесь, они не строятся на авось. Есть кто-то, кто в архитектурном или в проектном бюро тщательно проверил, просчитал, проверил все нагрузки, рассчитал все эпюры кручения на изгиб и так далее. Он тщательно рассчитал и вам дал проект. И мудрость человека заключается в том, чтобы в соответствии с проектом, проверенным, просчитанным, просто выполнить, выдержав все размеры. И что касается устроения духовного дома, которым из себя есть вы и есть я, наша мудрость, братья, дорогие и сестры, заключается в том, чтобы стараться понять и в точности исполнить от Бога нам ниспосланный проект и духовный чертеж того, что Он желает видеть в нас. Еще одну иллюстрацию давайте вместе посмотрим. Книга «Исход», 40-я глава. Я прочитаю этот отрывок. Покрыла, 40-я глава, стих 34-35, покрыла облако скинью собрания, и слава Господня наполнила скинью. И не мог Моисей войти в скинью собрания, потому что осенило ее облако, и слава Господня наполнила скинью. Если мы просто в простоте своего сердца задумаемся, что из себя представляла скинья, то мы с вами можем прийти к такому выводу, что это, по сути дела, большой шатер. Им есть массу мест из Писания, которых из-за недостатка времени я не буду называть. Большой шатер. Авраам жил в шатре, Иаков жил в шатре. Люди жили в шатрах того времени. И скинья собрания имела жерди, перекладины, имела покрывала, и, по сути дела, было большим шатром. И я хочу задать вопрос, почему Бог святых небес избрал вот этот шатер шатром, в который он пришел своей славой? Почему из всех строений, которые были воздвигнуты руками людей, Бог избрал этот шатер и пришла туда, покрыла облако скинью собраний, и слава Господня наполнила скинью? Мы задаемся вопросом, почему? И находим ответ, исход, сороковая глава, шестнадцатый стих, прекраснейший ответ, который удовлетворит любой подобного рода вопрос. И сделал Моисей все, как повелел ему Господь. Так и сделал. И я в этом нахожу, что когда речь касалась устроения скинии собрания, то Бог от Моисея требовал не изобретения чего-то нового, а Он ему несколько раз говорил, смотри, сделай все точно так, как ты видел на горе. Бог несколько раз предупреждал и говорил, я по сути дела, я своими словами говорю, я умоляю тебя, Моисей, сделай все так, как я тебе сказал. А Бог указал, каким должен быть жертвенник, какими должны быть жерди, какие должны быть подошвы под жерди, какими должны быть покрывала. Тот, кто исследует Писание, тот это прекрасно знает. И мудрость Моисея заключалась в том, чтобы сделать все послушно тому, как Бог сказал. Бог дал проект и сказал, сделай так, как я тебе указал. А я, или воздаяние за это, я приду туда своей славой. Давайте еще одно место для того, чтобы нам позже вывести интересный вывод. Думаю, полезный для всех нас. Вы помните, что когда в свое время Соломон построил храм, пожалуйста, задумайтесь, были ли на то время здания, которые именовались храмом? Вообще, строение Соломона было единственным зданием, которое называлось храмом? А вы помните, что был храм Дагону, Астартом? Было множество храмов, было множество строений, которые воздвигли люди, и причем этим строением дали имена храм, Дагону, Астарте. Но послушайте, в Писании написано следующее место. Паральпоминон, вторая книга, пятая глава, четырнадцатый стих. Не могли священники стоять на служении по причине облака, потому что слава Господня наполнила Дом Божий. Я хочу спросить, Боже Небес, почему Ты избрал тот храм, который построил Соломон? Почему Твое облако славы отсортировало из всего массы строений это строение, и туда пришло Твое облако? Я хочу вместе с Вами найти ответ. Вот что говорил в свое время своему сыну Соломону его отец Давид. Это я читаю из первой книги Паральпоминон с двадцать восьмой главы. Господь избрал тебя построить дом для святилища. Будь тверд и делай. И отдал Давид Соломону сыну своему чертеж притвора и дома его, и кладовых его, и горниц его, и внутренних покоев его, и дома для ковчега, и чертеж всего, что было у него на душе. А теперь, пожалуйста, давайте задумаемся. Давид отдал чертеж, но кто был автором этого чертежа? Давайте читаем Паральпоминон двадцать восемь девятнадцать прекрасный стих. Все сие в письмене «От Господа», говорил Давид, «как он вразумил меня на все дела постройки». Кто был автором проекта, который воздвиг Соломон? Давид? Писание говорит, «Все сие от Господа!» И дальше Давид говорит, «как вразумил меня на все дела постройки». Из всего вышесказанного я хочу сказать следующее. Мы все с вами искренне желаем, чтобы облако Божьей славы было не где-то, а было со мной. Оно мне очень надо. Почему маленькую такую мысль из путешествия израильского народа по пустыне из Египта в землю Ханаан? Если вы внимательно посмотрите, то сопровождало израильский народ облако, облако сопровождало столб облачный сопровождал их днем, а ночью сопровождал их столб огненный. Тот, кто знаком с резко континентальным климатом, тот может понять, о чем идет речь. Когда наступает, я полгода служил в Туркмении на границе, уже порядка около ста километров от афганской границы, когда в мае месяце в тени под большим навесом температура была 45 градусов днем. И я отчасти представляю себе, что такое резко континентальный климат, когда днем печет, а наступает ночь и пробирает озноб. Зябко и прохладно. И обратите внимание, что когда Бог пошел вести свой народ через пустыню к земле хананской, то Он их днем вел облаком и по сути дела для своего народа был прохладой. Он осенял и защищал от палящих лучей своих последователей и был для них тенью, и был для них отрадой. А когда наступала ночь и приходил озноб, то Бог становился для них столбом огненным. И по сути дела говорил, вы можете согреться, я вас согрею, не смущайтесь. Мы в нашей жизненной пустыне иногда чувствуем такие палящие стрелы, которые летят в нас. Мы иногда находимся в таких переживаниях под Романом Мисаху, Сидрагуя, Авденаги, мы чувствуем себя в самом центре печи. Но если Божье присутствие с тобой, то Его тень, то Его облако славы, оно защитит тебя, и от тебя даже запаха дыма не будет от всего того, что ты прожил и перенес своей, перенес и пронес святой и любящий царь. Аллилуйя! Если же в нашу жизнь вдруг приходит такое положение, когда мы чувствуем во всех сердцах лед, в сердце своей мамы лед, в сердце своих близких лед, никто не понимает, от меня все отворачиваются, я остаюсь один, я хочу сказать, что если ты в Божьем присутствии, то Он для тебя столб огненный, чтобы согреть твою душу и сказать, ты не один, я с тобой, я грею, я утешаю, я вдохновляю и поддерживаю. Из всего вышесказанного я хочу сказать, нам очень нужно Божие присутствие в нашем земном странствовании к небесам. Если бы кто-то из еврейского народа вырвался идти отдельно, не дожидаясь, пока поднимется столб облачный, а порвался бы бежать сам, я думаю, что в течение дня его бы сразил зной, а дотянул бы до ночи, он бы озяв бы от прохлады, которая есть ночью. И суть израильтянина, его жизнь напрямую зависела от Бога, он его был прохладой и был для него теплом. И наша теперь мысль, которую я хочу вам сказать, как нам взыскать Божьей славы, чтобы из всех телесных храмин, которые есть на лице земли, Бог избрал не храмину брата, не храмину сестры, а избрал мою храмину, и туда сошло облако славы, и слава Господня осенила меня. Писание говорит о том, что выйдите и отделитесь, и я приму вас, и я что, я вселюсь в вас, и я буду вашим Богом, и вы будете моим народом. Это обетование, данное нам от Бога. И позвольте теперь сделать вывод. Я делаю вывод следующий. Бог своей славой посещает не любое духовное строение, но строение, которое устрояется в соответствии с его небесными чертежами. И когда ковчег был построен не по воле Ноя, а по размерам от Бога ему дарованным, то Ной стал спасенным в ковчеге. Когда скиния собрания было построено так, как Бог указал, то и облако славы было с этим ковчегом. Скиния собрания, когда Соломон построил по всем чертежам, как Бог сказал, и слава Господня была с этим храмом. Мы теперь каждый отдельно взятый, мы есть храм Господень, и в наших телах желает обитать Дух Господень облаком славы и величием своего могущества, но обитает он лишь только на тех, как Писание говорит, но каждый смотри, как строит. Ты устроя из себя, но ты смотри, как строишь. Почему? Потому что можно строить не по чертежу, который нам с вами даровал на страницах Священного Писания. Когда мы с вами обращаемся к Священному Писанию и находим гневаясь, не раздражайся. И я устрояю себя, я чешу это бревнышко, я шлифую этот камень, чтобы в этом вопросе стать таким, как говорит Божий чертеж ко мне. Когда я читаю о том, что слово гнилое и пустословие до них исходит из вас и я тружусь над собой, то тогда, братья мои, сестры мои дорогие, тогда, куда бы я ни шел, слава Божья, она со мной. Куда бы я ни протянул руку, это святость. Куда бы я ни поступил ногой, это непорочность. А результатом всего этого блажен будешь в своем действовании. Вы представляете состояние вашего сердца? Вы садитесь кушать, а вы внутри блаженный. Вы садитесь за руль своего трака, а вы блаженны. Вы отправляетесь на работу, а вы блаженны. Почему? Потому что вы, что бы вы ни делали, вы в святости живете, а Бог святой с неба, ваше сердце наполняет блаженством. Я говорю последнюю мысль, и мы все вместе будем молиться. Я хочу прочитать из книги Откровения о городе, который имеет название Новый Иерусалим. И Библия говорит о нем следующее Откровение 21-14. Стена города имеет двенадцать оснований, а на них имена двенадцати апостолов агнцев. Город, Писание, чуть выше по тексту написано «И увидел я невесту приготовленную, и увидел я новое небо и новую землю, увидел я город Новый Иерусалим, приготовленный как невесту для мужа своего». Я говорю уже последнюю мысль, пожалуйста, вы напрягитесь, постарайтесь меня понять, и мы с вами еще вместе помолимся, подходя к заключению в этом общении. Итак, Новый Иерусалим, Бог его называет церковью и невестой, Новый Иерусалим. Но этот Новый Иерусалим имеет основание, а в основании его имена двенадцати апостолов Агнца. К чему я это говорю? Что мы с вами мы можем устроять, исходя из идей Серафима Саровского, мы можем исходить из идей какого-нибудь талантливого оратора, мы можем оттолкнуться от мудрствования чрезмерной учености кого бы то ни было, перстных от земли, и мы можем на этом основании строить строение, и даже на улице повесить надпись Церковь, Господа и Бога. Но я хочу сказать следующее, лишь только то духовное строение, которое устрояется на основании учения двенадцати апостолов, переданное нам через священное Писание, только это строение Бог Святой назовет Церковь, Господа и Бога, невеста и возлюбленная моя, которую Он заберет к себе на небеса. Аллилуйя! И потому, чтобы нам с вами не обманываться, то над твоим и моим духовным строением должна присутствовать не идея талантливого проповедника, не идея талантливого мудреца или ученого, а основания двенадцати апостолов Агнца. Если так написано, я устрояю из себя дом духовный по этому чертежу. И пусть даже кто-то скажет меня пальцем покажет и скажет ты ненормальный, ты несовременный, ты отстал от моды, а моя цель не человеку угодить. Моя цель стать таким духовным камнем, который Бог с небес назовет церковь Господа и Бога. И я желаю вдохновить каждого из вас быть искренними и истинными последователями Иисуса Христа, которые устрояют из себя не на идеях человека, не на идеях мудрецов перстных от земли, а на идеях, которые отражены на страницах священного Писания. Такое духовное строение, подобно скинье собрания Бог облаком славы сопровождает. Такие храмины телесные Бог своей десницей наделяет и таковых небеса с открытыми дверями встречают как наследников и сонаследников Иисуса Христа. Аллилуйя! И потому, когда речь идет о каких-то модерных вариантах служения, я один из тех, которые ну не могу найти в этом приемности. Почему? Я просто говорю, это хорошо звучит, но этого нет в чертеже, который мне даровал Господь. Ты можешь мудрствовать, можешь добавлять, можешь отнимать, но я боюсь стать строением, которое Бог своей славой обойдет, а изберет то, которое послушно его небесному чертежу. и я призываю самого себя и призываю каждого из вас, давайте от души будем людьми, которые устрояют из себя дом духовный, но устрояют его по чертежу, которое нам дано в учении 12 апостолов, которые включены в книги Нового Завета. Устрояй! И тогда слава Божья в этой жизненной пустыне всегда будет с тобой, защитит от жары и согреет в период холода и отчаяния. А когда небеса откроются, чтобы встретить тебя, то Господь тебя простертыми руками скажет, ты моя церковь, ты невеста, ты в основании всегда имел 12 камней, на которых были имена 12 апостолов, ты слово мое имел в основании, потому ты у меня церковь Господа и Бога. А можно иметь в основании другие идеи, строить, возводить, газеты даже выпускать, и даже телевизионное вещание пускать в эфир, и даже делать большие пригласительные билеты и писать церковь Господа и Бога. Я прошу прощения, не хочу никого критиковать, но когда небо иногда смотрит на такое строение, оно говорит так, ой, вертеп разбойников, и ничего иного. И для того, чтобы нам не заблудиться, нам с вами должно идти не за модерностью этого времени, а идти за теми прекрасными чертами и чертежами и линиями, которые очерчены нам в Писании, они никогда не подведут. И тебе и мне всегда дадут в этой жизненной пустыне чувствовать Божье облако и Божью славу. Она со мной, с моей телесной хромины. Итак, устрояй из себя дом духовный, но только смотри, как ты строишь, а Бог нам да поможет и да благословит, чтобы устроять по слову, чтобы по слову и быть вложенными в его прекрасное строение, которое он называет церковь Господа и Бога. Святому Царю хвала вовек, поклонение и почтение от нашей